Привет, 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 добро пожаловать в очередное видео по Slay the Spire. Здесь, в этих видео по Slay the Spire, мы пытаемся пройти сердце на 20-м возвышении после большого перерыва в игре. Я разучился, и я вместе со зрителями на стримах пытаюсь снова пройти сердце за всех персонажей. Так что, да, это первые попытки, которые золотоносцы были на стриме. Забеги будут интересные, я здесь стараюсь более аналитически играть, и больше обсуждаю игру, чем разговариваю с чатом. Так что, да, приятного просмотра, поехали! Так, ну чего, будем сегодня выигрывать на 20-м возвышении. Мы на 20-ке в классическом Spire очень давно не выигрывали на сердце. Поэтому, сегодня задача, до победного играть в Slay the Spire на 20-м возвышении. Нужна победа на сердце. Начнем с лотоносца. Я надеюсь, что с первого раза сейчас просто вытащу ветку и скверну. И как бы на этом все закончится, история с прохождением сердца на 20-ке. Ну, посмотрим. Посмотрим. Просто, если мы с первого забега победу сделаем, мы потом можем дальше в Spire поиграть, а можем во что-то другое. Но если мы не выиграем сердце, нам нужно будет играть в Slay the Spire, пока мы не выиграем сердце. То есть, там, 10, 20, там, 40 часов в Slay the Spire. Так, не знаю, как уж, сколько. Так. Ставки. Ставок не будет. Куда мы пойдем? Что мы возьмем? Бесцветная карта, 100 золота, редкая бесцветная карта, релик босса. Ну, релик босса, золотоносца я не очень буду играть. И сегодня я буду чуть-чуть больше, чем обычно уделять внимание комментариям по игре. И, ну, тому, какие там я решения принимаю, все дела. Почему? Может быть, может быть, будет полезно в качестве типа мини-гайда. Я не знаю. Амм. Так. Редкая бесцветная карта за проклятие хороша, если там будет апофеоз. С апофеозом, ну, блин, очень-очень. Очень будет круто. Очень круто будет. Ммм. Так, 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 так. 100 золота тоже хорошо, если мы можем найти в магазин, который нас бустанет вначале для зачистки элиток. То есть смысл 100 золота в том, что берешь 100 золота, ты идешь в магазин, покупаешь либо карту очень хорошую для прохождения первого этажа, либо хороший релик, и потом чистишь элиток. Желательно вместе с огненной. И огненная стоит очень удобно, потому что я могу пойти тик-тик-так-так-так. Здесь апгрейд элитка, хилка, огненная. И здесь магазин под конец этажа. Выглядит очень заманчиво. Можно просто взять бесцветную карту и не изобретать велосипед. Да, бесцветные карты, большинство бесцветных карт хороши. Ментальный взрыв. Если бы он сжигался, цены бы ему не было. В начале игры он не очень сильный. Есть очищение, которым можно сжигать ожоги, статусы, много чего можно сжигать. Можно сжигать удары, обороны, смотреть чуть и не нужно. Но поначалу сжигать очень много оборон можно. Потому что на первых боях тебе... Ну, на первых элитках тебе обороны не очень нужны, кроме стражей. Ммм... Может, это... В этом у меня есть причина. За 2 энергии и 7 урона это не очень круто в начале игры. Единственное, что... Чем дальше он становится, тем лучше. И... В принципе, на 20-м возвышении на сердце большие колоды чаще всего хороши. Золотоносца, в частности, большие колоды могут быть хорошими. Из-за того, что у него, например, есть скверные. Ему навыки потом может набирать в огромных количествах, если хочется. Поэтому, да. Большие колоды улотоносца бывают часто. И... Ментальный взрыв... Может быть, неплох. Может быть, очень-очень-очень неплох. Первый бой закончится успешно. Смотрим карты. Так. Скрестить мечи, удары фесом, сбить с ног. Я не люблю скрестить мечи. Я очень ее не люблю. Очень странно. Ментальный может нас убить, вы правы. Потому что он дорогая карта. И... Не всегда имеет эффект. С другой стороны, это весело. И мы его 100 тысяч лет не брали. Я очень давно не играл в ментальный взрыв. Супер давно. Я думаю, из всех этих карт сейчас больше всего смысла имеет... Зарофесом. Варлок, какой жанр музыки предпочитаешь, кстати? О, какой хороший вопрос. Рок. Русский рок и такой, типа... Типа этот... Ну, я не знаю. Зарубежный рок, но... Не... Классический. Ну, типа Манавара, там... И так далее. Там, ACDC. А такой этот... Хилбилли рок, что ли? Ну, а русский рок классический. Ну, ничего особенного. Ария, Король и Шут. Да. Ну, да-да-да, такое. Так что, да. Король и Шут, кайф, да. Но я... Я сто тысяч лет не менял свои музыкальные предпочтения. Не слушал ничего нового. Потому что... Эм... Я не знаю, я так... Я так сто тысяч лет назад как послушал, когда... В школе, в универе какую музыку начал слушать. Такая у меня музыка и висит. И... И в голове, и в плейлистах. Я нового ничего не слушал сто тысяч лет. Окей, мы нашли бумажную лягувку. Лягувка... Лягувка супер хороша. Лягувка такая хорошая. И знаешь что? Я улучшу нам ментальный взрыв. Он теперь хотя бы станет играбельный. Эм... Лягувка... Проломить хорошей, очень хорошей картой. Кстати, 8... 8 плюс... Стоп. 8 плюс 4... 12. 12 плюс 8. Здесь урон мало. Далее. Лягувка очень хороша. Она кайф. Для латоносца она... Очень много карт апгрейдит. На самом деле много карт апгрейдит. И... А? Уязвимость одна из основных фишек латоносца. И поскольку он наносит... Урон... Физический... В основном латоносец. То есть у него нет там... Ну у него есть пара карт, которые бьют... Ну не я там... А... У него есть карта... Самовозгорания. Да? Она типа магический урон наносит. В Слайдспайре... На практике нету типа урона магический-физический. Но технически он есть. Можно сказать, что яд наносит магический урон. Типа не усиливается уязвимостью и так далее. Да. Здесь выбор будет между вторым дыханием... Обезоружить и ногой в прыжке. Нога в прыжке неплоха. Из-за лягувки. Ну... Технически нога... В прыжке не усиливает... Лягувку. Но... Эмм... Он работает с картами на уязвимость. Проблема в том, что каждый раз, когда ты пикаешь в начале игры... Когда ты в начале игры пикаешь ногой в прыжке... Ты всегда потом остаешься... Ни с чем. Бесконечность? Так... Че нам бесконечность? Для бесконечности нужно удалять... Нужно удалять карты. В начале игры. Мы не удаляем здесь карты. Для бесконечной колоды нужно прямо с самого начала начинать удалять карты. Нет, она достаточно сильная. Ей ничего не надо повышать. Она просто точечная карта, специфическая. И она... Она очень крутая, супер сильная карта, когда у тебя есть для нее комбо. Да, она... Она супер сильна. Обезоружить тоже универсально. Хороша. Но не на слизне, к сожалению. На слизне второе дыхание. На слизне второе дыхание будет лучше, чем обезоружить. Так что ориентируемся пока на слизне. Даже если гувкой я, наверное, вторую проломить не возьму. Я не знаю. Если гувкой возьму я вторую проломить? Я ничего не возьму, потому что пикнул все проклятия. Предложки. Окей. Апгрейд. С лягувкой я про амгрейджу проломить. Настолько она много урона добавляет. И здесь, кстати, очень хороший, интересный ход получается. Потому что я играю в ментальный взрыв удар. Это понятно. И вторым дыханием сжигают две лишние карточки, которые на гремлении. Не просто не помогают, а мешают. И вот лягувка. Давай, тащи. 10 урона. Сейчас ментальный взрыв бы. Ох, нету. Ну. Что я скажу? Оборона нам экономит? Нет, не экономит. Оборона не экономит ничего. Почему ты никогда не берешь карты у гоблина? Я беру карты, если они хорошие. Если плохие, я не беру карты у гоблина. Если мне нравится карта, которую я у гоблина вижу, я беру. То есть мне не нравится карта, я стараюсь ее не брать. Просто рандомную карту. Репа. Да, это репа, это кайф. Репа супер, супер, супер. Хорошая штука. И при наличии в колоде второго дыхания можно взять ярость. Ярость. Может быть хорошая. Это не лучшая защитная карта латника. Это. Ситуативная карта. Ну вот что, второе дыхание уже есть. Второе дыхание уже имеется. И опять же ситуация такая, что здесь на босса обезоружить будет не идеально. Поэтому, да, как-то так. Ярость можно проапгрейдить даже. Но удар эфесом самый сильный апгрейд здесь. Хотя вообще-то нужно хил и элитку огненную. Апгрейды будет тяжело сделать. Ура, Кабинат. Я могу сказать топ релики. Вообще топ релики. Просто хороши. Хотел тебя спросить, как тебе игра демон скин? А я же делал, я же играл в нее. Мы же играли в демон скин. Да? Да. Окей, я хочу проломить, играть сразу. Ой-ой-ой, он с металлизацией. Беда. Видос просто на ютуб не вышел еще. Так, ну что я скажу? Здесь очень странный ход я сейчас сделаю. Супер странный ход. Ярость. Проломить. Второе дыхание. Казалось бы, где логика? Но логика в том, что у него 12 металлизаций. И он не пробуждается из-за того, что у него 12 металлизаций. Ударом проломить. И плюс я сжигаю оборону, которая в принципе на лаговулене не супер актуальна. На лаговулене нужно наносить урон, а не блочить. Если его много блочить, то ты его будешь убивать 5000 лет. Сейчас блокировать не имеет смысла пока раковина. Раковина сейчас заблочит нам 20 урона. Вообще раковина, конечно, огонь. О, ярость идеально пришла. Теперь мы играем добор. Еще урон. Я не буду играть оборону. Ради двух блока. Намного лучше отнести урон. Окей. Пришла проломить. Удар их весом ради дамага. Сейчас будет минус 2 силы, но вот уже опасность идет. Хо, ментальный взрыв, 0 урона. Класс. Ну, плохо, что с лаговулиным драться почти со стартовой колодой. Ментальный взрыв не затащил, что я могу сказать. Но мы его добьем сейчас. Отлично. Это была огненная элитка. Да, не идеально. Нунчаки, нунчаки круто. Энергия каждую десятую атаку. Это, конечно, нестабильная энергия, но все равно. Демон скин мне понравилась игрушка. Она веселая. Время ярости. Эволюция, опустошение, металлизация. Эммм... Эволюция, опустошение, металлизация. Хммм... А, кстати, да, у нас 3 редких релика из 3, да? Нет, необычный. Редкий, редкий, обычный. Ляговка это необычный релик, как ни странно. Не редкий. Хотя она такая сильная. Бумага без конца раскладывается и снова складывается в фигурку маленького существа. Нунчаки. Хороший тренажер. Улучшает осанку и тренирует ловкость владельца. О! Осанку улучшает. Окей, эволюция автопик, да? Э-э-э-э, там думать не о чем, эволюция... Э-э-эволюция, ну... Э-э-эволюция, э-э-э-эволюция одна из основных карт для латника. Тут не обсуждается. Шесть блока плюс пять блока мы не получим урона, и на следующий ход мы добьем. Отлично. Килл есть? О, узелье культиста. Прекрасно. Так, ну и вот вопрос. Арсенал, да? Нет? Арсенал можно сейчас проапгрейдить. И все. И гуляем, да? Время есть. Теперь можно пикать молот, например, после босса. Ерунда тоже хорошая, я понимаю. Но арсенал дает нам... Дает нам возможности для маневра. Так, ну по реликам. По реликам. Такие дела. Нитку с иголкой не купить, можно купить ручной бур. Я его не люблю. Хотя... У меня лягувка. Да? Надо пикать, да? Для этого, для синергии. Типа синергия. Как я не хотел их здесь видеть, но увидел. Ментальный взрыв. Неплох. Это, кстати, очень хорошая пачка гремлонов здесь. Относительно того, что могло бы быть. Так, следующая атака даст нам энергию. Значит, что я могу сделать это... Так. Теперь так. И удар, улучшенный... Улучшенный арсеналом удар делает килл под уязвимостью гремлина. Теперь я делаю... Так, так, так. Так. Но эволюцию сыграть просто, убрать ее из колоды... На самом деле... Бой с гремлинами прошел, на удивление, хорошо. Просто... Невероятно хорошо прошел бой с гремлинами. Очень часто вот это бывает... Жесть. Это просто... Этот бой бывает... Ну, очень опасным. Лягувка раньше была редкой. И журавлик, мне кажется, тоже редкий. Но не точно. А, я не уверен. Я редко стериликов никогда не смотрел особо. Еще одна ярость? Ярость. О, две ярости. Хочу я еще одну ярость? Хочу ли я рассечение? Это массовый урон, да? Так, ну таран. Такие вкусные карты. Все три карты вкусные. Честно. Мне нравятся все три штуки. Почему он берет бур против слизни, а не берет рассечение? Против слизни я не брал бур. Против слизни я взял эволюцию. А не бур. И на слизни я буду использовать зельку культиста. То есть я, может быть... Да, я... Это хорошее замечание, потому что я не до конца объяснил свои действия. Это проблема. Смотрите. Почему я думаю, что мы на слизни уже в порядке? Потому что я выпью зелек культиста. Я не буду его экономить. Я его трачу здесь на слизни. На всякий случай. И дополнительно у меня есть эволюция, которая нивелирует одну из фишек слизни. Это... Этот... Раны, которые он добавляет. А второе дыхание вместе с эволюцией даст всю защиту. Поэтому слизни я уже в принципе не боюсь. Соответственно, насчет рассечения можно не рассматривать долго. Не этот... Насчет слизни, а рассечения можно не смотреть. Рассечения можно посмотреть... Насчет второго этажа. Потому что на втором этаже очень хорошо... А... Очень хорошо рассечение на втором этаже подходит для зачистки комнат. И элиток. Да, рассечение это второй акт. В этом вот есть смысл. С другой стороны, ярость это тоже второй акт. Я сейчас смотрю на колоду и вижу, что у нас удар эфесом, ментальный взрыв из атак. Нам нужно взять рассечение. Атак немного не хватает. И апгрейда... Удар эфесом очень сильный апгрейд. Величный добор от него решает. Эволюция тоже сильный апгрейд. Эволюция, наверное, сильнее, да? Потому что я ее один раз сыграл и уже получил добор. И, как я и говорил, зелье культиста каркар. Я трачу сразу. Эволюция в первый ход отлично. И ментальный взрыв. Второе дыхание здесь можно сыграть. Чтобы убрать оборону. Обороны нам не нужны в этом бою. Знаешь что? Я сыграю второе дыхание. Плюс дополнительная окаменелая раковина слизня. Ну, контрит вообще. Вновь. Еще дополнительная окаменелая раковина, которая его первую атаку полностью заблочит. Поэтому, да. Я мог бы сбить его сейчас, но смысла особого нет. Заблокируем его мощную атаку. Я подожду. И... Я могу все еще его не сбивать. С другой стороны, рассечение на следующий ход поможет. Окей, сбиваем его здесь Ментальный взрыв Две слизи по 40 хп Я даже, наверное, зря потратил зельку Я 100% зря потратил зельку Не нужно было Надо было экономить Если в модах будет большое обновление Будем ли мы смотреть его еще раз А, да? Я думаю, да О, скверно, жертвенный огонь, берсерк Так Очень сложный выбор, по-моему Потому что И скверно И берс, и жертвенный огонь Три хорошие карты Все три хорошие карты Хм Какая из них самая лучшая? Вопрос Как думаете, какая карта самая лучшая Сама по себе? По-моему, скверно Мне кажется, скверно Самая лучшая Огонь очень хорош Для Большинства боев По-моему, скверно Сама по себе стоящая Сильна Потому что скверно выигрывает забеги Огонь не выигрывает забеги Огонь проходит второй акт Скверно тоже проходит второй акт Скверно проходит второй акт Потому что ты играешь, потом можешь Чуть подольше прожить Скверно тяжело играть, пока у тебя нет Если не найдем сейчас энергию Огонь можно играть и без энергии Огонь весь урон Я возьму скверну С расчетом на то, что мы здесь найдем Энергию Мы нашли две энергии Глазмека и молот Смотрите В общем Что я скажу по этому поводу По-моему Глаз более сильная реликвия, чем молот Потому что эффект у них примерно одинаковый Сейчас для лотоносца Который играет с дорогими картами Лотоносец, который играет с дорогими картами Особенно хороший глаз Молот Сейчас смотрится классно из-за арсенала Есть вариант взять молот Для того, чтобы играть арсенал Ну, апгрейдить карты арсеналом И все Почему глаз сейчас сильнее? Потому что у нас ровно ноль Добора Добора нет А глаз это добор Добор это то, что очень сложно лотоносцу найти У него по большому счету есть либо ерунда У него есть ерунда Карта за ноль Которая четыре карты дает Которые я все время забываю название Все время И Этот Талант Который дает добор за сжигание карт Который у нас работает Из-за того, что есть скверна Но почему глаз еще сильнее здесь, чем молот? Потому что Скверна Делает навыки по ноль Независимо Скверна побеждает глаз Скверна Делает глаз намного лучше Ну, или глаз делает скверну лучше И дополнительно Глаз делает арсенал лучше за счет добора Так что Глаз комбинируется с большим количеством карт В колоде На данный момент О, как завернул, да? Не ожидали? А теперь мы пойдем удалять лишние карты Я здесь пойду Мы можем пойти через элиток В принципе Я думаю С глазом и скверной Мне не нравится путь На котором они стоят Так много боев Хотя в конце боев не будет Пройдем мы двух элиток Раз, два, три, четыре Пять боев Пять боев И элитка Нет Это нереально Да? Мне кажется Это очень-очень плохо Я что-то боюсь этого делать А если сюда пойти? Вот это уже получше выглядит, да? Да, это элитка Хотя бы между Там вопросики какие-то есть Еще что-то Шансы Классический глаз Акция Все по три Я играю удар И второе дыхание Здесь второе дыхание А, второе дыхание с глазом Тоже очень хорошо становится Вау Ровно 20 блоков Ага Это был мой мисплей Только что Так, глаз сразу начинает тебя покупать Проломить за ноль Играется Оборона за ноль Играется Пошли Удар Раз Теперь Уручной бур сработал Кайф Еще удар Эволюцию и рассечение Какой самый сильный босс первого и второго акта? Первого Гексадух Второго Второго, наверное Наверное, все-таки рыцарь Рыцарь, либо коллекционер Коллекционер Изи, когда у тебя есть масса урона Тут немножко будет От колоды зависеть Кайф верно, делай арсенал бесплатно Можно сыграть Сначала арсенал Теперь сквер Так Так Коллекционер Интересно бы статистику посмотреть Артем когда-то давал Сделал нам статистику Но я уже не помню ее Чего там Было Какой-то из боссов Там нас убивал намного чаще Чем другие боссы Я не помню какой Я бы по ощущениям сказал Что все-таки рыцарь страшнее Но я Для рыцаря Если на рыцаре Не сильно тупить То его можно подгадывать Довольно часто Так, чтобы быстро убивать О, точный удар Йоу А че, погнали? А погнали Он улучшенный идет в комплекте Да Рыцарь опасен Ну так У скверна в первый ход Отлично Так, так Это все я не играю Окей Арсенал есть Опять же, помним Сейчас сыграно скверно Поэтому я играю в арсенал Он сжигается Все карты сжигаются Я сожгу нам оборону Одну Ради того, чтобы оставить Заряд окаменевшей раковины На следующий ход Теперь Я играю Ярость Мы хотим заблокировать Весь урон сейчас Для этого Первым ходом Так Удар один Удар два Это шесть Теперь я играю оборону Одиннадцать блока И один удар Мы блокируем сейчас Броней Второй А второй через Акаменевшую раковину Ну и теперь Сейчас будет финишер Да? Ментальный взрыв На два урона Финишер Мы не можем его добить Но это не конец Не конец обеда Мы можем сыграть Рассечение Ментальный взрыв Да? Сбили с него броню Но это не делает килл Окей Как здесь лучше сыграть? Второе дыхание Либо оборону Оборону Второе дыхание Будет бесполезно Да, второе дыхание Надо было оборону Второе дыхание Мы рассчитываем Что не придет полная рука Атак за три Что Я не знаю Может быть у меня Компьютер сломанный Потому что У меня глаз Всегда Все карты Делает по три Я каждый раз Защищаю глаз То есть Смотрите Ситуация такая Я все время Беру глаз И защищаю его А зрители мне говорят Глаз плохой Не бери его Я такой Да нет Глаз хороший Нормальный глаз Все нормально Он норм Он в среднем Карты делает по два Но потом Когда я Собственно Забег играю Мне все время По три Приходят карты И Моя оборона Глаза Не очень Не очень Так Чего там у нас Про моды инфа Обновление Иконки У МТС И шпиля Запущенного С модами Сделали Обновление Иконки У МТС И шпиля Запущенного С модами Сделали Что Столчок И его Не апгрейдить А Я понимаю Почему Если Столчок Корпусом Не апгрейдить То потом Сыгранный Сверху Арсенал Сделает Его Бесплатным Так Я не понимаю Что с модом Мод Заспайр Мод Заспайр Это Основная Штука Которая нужна Чтоб моды Запускать Но он у меня Сейчас включен А мне что Надо делать Мы хотим Сделать Обзор На мод Заспайр Или что Не знаю Я возьму Метализацию Так Я хотел На элитку Идти Я передумал Нет Иконку Другую Сделали Ему И шпилю С модами Так А мне Чего-то Делать Надо Или Нет У меня Сейчас Запущен Мод Заспайр У меня Сейчас Запущен У меня Сейчас Запущен Реликварий Ничего Не надо Делать А То Хорошо Ничего Делать Не надо Отлично Я не Совсем Понял Чего Сижу Думаю Что происходит Мод Заспайр Обновили Что делать Куда Бежать Куда Прятаться Чат Вы должны Сделать Скидку На стримера Потому что Это Стример Он Того Вы Вот Просто Вот так Не говорите Всякие Страшные Вещи Типа Мод Обновит Преобразовать Карты Не то Чтобы Супер Выгодно У меня Отточенный Удар Есть С другой Стороны Если я Преобразую В какую Ни Тимбищу Типа Второго Отточенного Удара Ну Отточенный Удар Для нас По всем Параметрам Лучше Чем Обычный Удар Так Ментальный Взрыв 14 Урона На Панцирного Паразита Кстати Уязвимость Сразу Накинет Я могу Здесь Сыграть Скверну Металлизацию Нет Металлизацию Метальной Взрыв Я могу Скверну Ярость Оборону Оборону Но ярость Я могу И так Сыграть Я могу Сыграть Здесь Смотрите Ярость Теперь Скверну Но мне Не стоит Оборону Разыгрывать Пока Потому что Панцирный Паразит Все равно Урон Панцирного Паразита Уйдет В Раковину Теперь Я сыграю Ментальный Взрыв Для того Чтобы Наложить Уязвимость На Панцирного Паразита Я не буду Играть Обороны Они мне Пригодятся В будущем Так И вот Теперь Мы начнем Дамажить Сейчас Пойдет Урон Задача Панцирного Паразита Вырубить Первым У нас Есть для Этого Урон В принципе 42 урона Почти Есть урон Один урона Не хватает Я могу Сыграть Удар Эфесом Посмотреть Что мы Доберем Так Блин Рассечение Не делает Килл То же самое Получилось Почти То же самое Так Ну здесь Все будет Очень просто Я собираюсь Проломить Сделаю Килл И здесь Просто так Второе Дыхание Сжечь Лишние Карты Потому что На следующий Ход мы Делаем Здесь Килл Паразиту Хороший Бой Веситый Клинок Бил на силу Без силы Знаменитый Веситый Клинок Нередкая Карта Он уже Улучшенный Здесь Идет Но он Нередкая Карта Из-за чего Я могу Взять Веситый Клинок Из-за того Что у меня Изделие На плюс Пять силы Его можно Применить С веситым Клинком На элитку Которую Которая Здесь будет Но Сбить С ног Наверное Будет Получше Особенно С глазом Призрачность Призрачность Должна Быть Автопиком Чем больше Я играю Тем больше Понимаю Что эти 38 максимального Здоровья Не так уж Сильно Нужны Особенно Если у тебя Их не хватает 38 максимального Здоровья Как минимум Дают нам Апгрейд На карту Потому что Я не буду Хилиться Я буду Апгрейдиться Ну и Призрачность Сама По себе Со скверной Отлично Заходит Потому что Она стоит Ноль Апгрейдить Призрачность Я тоже Как бы Принял Что не очень Важно Апгрейд На что Мы хотим Апгрейд На скверну Да Чтобы Разыгрывать Ее Как можно Быстрее Хотя нет Стоп Апгрейд На скверну Не Не котируется Отменить Апгрейд На сбить С ног Апгрейд На скверну Снижает Стоимость У меня Глаз Я чуть Не затупил Смешной Первый Ход Хороший Я Просто Не знаю Что сказать Это Лично Меня Глаз Не любит Или В принципе Всех Ты Какая Личная Не призна Да Понимаю Понимаю Игра Призрачность За 3 Но Из преимуществ У меня Сейчас Проломить Я могу Сыграть Арсенал Призрачность Фактически Не получил Урона Глаз Импостер Да Скверна В последней Руке На самом деле Не катастрофа Сейчас я сыграю Призрачность Еще раз И Массу Ром Следующий ход У нас тоже Есть Призрачность Сейчас будет Призрачность И здесь Мы уж точно Все сыграем Ура Скверна Призрачность Так Сыграю Одну Оборону У нас Есть пара Ходов Чтобы все Это Закончить На самом деле Я думаю Мы умрем Это Бою Из-за Первого Хода Да Из-за Этого Хода В том числе Ну Честно Я не знаю Как это У меня Глаз Всегда Так Делает У меня Глаз Играет Только Вот так Хотя В теории Глаз Должен быть Хорош Ф Ф Чат Глаз Старался Я не думаю Что Скверна Была Ошибкой Скверна Играла Очень Хорошо Но Глаз Опять Сделал Все Карты По Три Ужасный Глаз Так Ладно Дубль Два Считаем Что Первого Забега Не Было Убрать Две Карты Залатника Ну И что Если я Сейчас Увижу Путь На котором Есть Элитки Я возьму Зелье Пойду Бросаться Зельями В Элиток А Давай Раз Два Три Три Элитки Или Раз Два Два И Одна Огненная Там Далеко Очень Нейти Чего Еще Брать Две Обороны Два Латника Подряд Балуешь Меня Эксклюзивное Облюдо От шеф-повара Два Латника Подряд Давай Зелье Богатырь И Зелье Крови Кайф Все Это То Что Нам Нужно Можно Обновить Пойти На Огненную Элитку Ну Знаешь Что Пойду Я На Трех Элиток Сейчас Будем Собирать Будем Собирать Элитку Хотя Рейки Второго Этажа Конечно Ну Знаешь Что Мы можем Выпить Или Кровь Взять Воспоминания У Резня А я Автопикнул Резню Но теперь Я думаю Что Гнев Тоже Можно Было Взять Вполне Гнев Хорош И Здесь Я смотрю На карты Ниже Ничего Такого Что Я мог Бы Взять Гнев Был Был Очень Хорош Мы Не Покупаем Обычные Карты Они Часто Приходят Не Нужны Находка Весела Так Находка Фан Но Не Знаю Я могу Удар Удалить На Слизня Есть Наход Взять Повеселимся Давайте Попадимся Чуть Чуть Немножко Чуть Сисить Во Какая Сразу Находка Слизня 40 Урон Оккультистов Может У меня Лата Носит С чувством Юмора Будь Что Так Арсенал Резня И двойной Двойной Спуск Можно Можно Мне Все Три Взять Ну Окей Ладно Вторая Резня Может Не особо Нужна Арсенал Или двойной Спуск Арсенал Намного Проще Найти Чем Спуск Да Спуск С резней Еще Кайф И ярость Ярость Пикнулась Сама Злоба Злоба Окей У нас есть Колода Все Я думал Еще Сейчас Костолом Вытащим Я думал Что Сейчас Вытащим Костолом Почти Получилось Резню Кстати Обязательно Надо Играть Без Вариантов Резню Всегда Надо играть Иначе Она сгорит А этого Я Не собираюсь Этого Допустить Мистер Андерсон Раскат Грома Здесь Хорош Из-за Резней Которая С ним Заходит Поэтому Тыкаю Раскат Грома Вперед Плюшка Спасибо Большое Спасибо Огромное Зареет Плюшка Благодарю Тебя Как У вас Стрим Прошел Я Видел Что Вы В Киберпанк Играли Я надеюсь Что у вас Стрим Прошел Просто Отлично Приветствую Всех Дима Кинез Джаггернаут Джаггернаут Вы мне Разрешаете Взять Джаггернаута Класс И знаешь Что я могу Сделать Здесь Я могу Сделать Резня Икс Резня О да Вот это Элитка Я потратил Все зелья Блин Блин К черту Зелья Стрим Отличный Устроила Пару Разборок Зависать Яу Карта вопрос В начале Игры Жесть Карта вопрос В начале Игры Это Очень Сильно Буквально Третий Пик Карты Мы получаем Карту вопрос До конца Забега У нас Теперь Больше Карт На выбор Это Супер Сильный Бонус Теперь Важно Его Грамотно Применить Важно Здесь Сделать Хороший Выбор У нас Уже Есть Урон Я считаю Что меч Бумеранг Не имеет Мысла Брать Если Мы Только Не Найдем Какую Тим Бищу Я думаю Насчет Объятия Тьмы Объятия Тьмы Очень Заманчивые Супер Заманчивые Объятия Тьмы В будущем Сейчас Они будут Не очень Они дорогие И ничего Не делаешь Мне кажется Мне нужно Сначала Скверну Найти Потом Брать Объятия Тьмы Сейчас Они будут Мертвой Картой Ну Не Мертвой Они За находку Будут Карту Давать И Все Да Что же Как Я наверно Скипнул Я Скипнул Не спешим У нас есть Карта Вопрос Мы можем Подождать Есть Время Хочу Летвой Спуск Улучшить Здесь Находку Достаточно Сжигающуюся Иметь Вообще Один из Самых Сильных Апгрейдов По-моему Это Злоба На данном Этапе Или Резня Резня Тоже Очень Хороша Но Злобу Мы Играть Будем Всегда Злоба Это Весь Урон Двойной Спуск Не знаю Честно Из-за Того Что Я его Часто Буду Играть С Резней Его Апгрейд Не будет Делать Ничего А А А А А А Злобу Будет Всегда Вален Потому Что Я Всегда Буду Играть Злобу Ситуации Когда Я не Играю Злобу Это Просто Не будет Что я Сделал Что Я Мискликнул Я Мискликнул Весь Урон Я Мискликнул На 11 Урона Клик 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 Отлично Молодец Хорошая работа Замечательная Мисплей Года Гемокинез Наносит 20 Урона Помни Что Билд На Будущее На 20 Возвышение Это Не Прохождение Сердца А Самоубийства Да Что-то Типа Того Нужно Решать Каждый Вопрос Каждый Вопрос По Очереди Кстати Объятие Тьмы За Два Удар Давать Добор Не будет Объятие Тьмы Объятие Тьмы Да Это Только Когда Отжигаются Карты Просто И все Металлизация Заманчива Урон Мне кажется Мне не нужен Не 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 Берем Метал Рок Гремлина Кайф Третья Витка Три Витки Привет Почему В плелисте На ютубе С видосами По поезду Три Последние Видео С ограниченным Доступом Артем Спасибо Огромное Спасибо Тебе Большое За Спасибо Тебе Огромное За Донат То есть Сердечко Большое 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 Тебе Спасибо За Поддержку Артем Добро Пожаловать На стрим Отвечаю На твой Вопрос Короче Как Работает Загрузка Видосов На ютуб Загружаю Видосы На ютуб Все Которые Вот Я записываю Сегодня Стримлю Сразу На следующий День Загружаю На ютуб И выставляю Например Чтобы они Вышли Через 3 дня И они Типа Скрытые Но у них Выставлен выход Например Там 22 апреля В 14.00 Но Раньше Этого В плейлистах Они никогда Не отображались Ти скрытые Видосы Которые На ютуб Загружены Но еще Не в общем Доступе Они нигде Не показывались Потому что Была Функция Автодобавления В плейлисты На ютубе Такая удобная Функция Вообще Моя любимая Функция Ютуба У тебя Видос Выходит И ютуб Ты задаешь В плейлисте Параметры Например По определенному Тегу Или по определенному Названию Видоса Ну например Слэйзэспайр Если есть слово Слэйзэспайр Ютуб берет И автоматически Это видео Добавляет в плейлист Ютуб решил Что Это Бесполезная Фича Что Автодобавление В плейлисты Никому Нафиг Не нужен Не нужно Самая Ненужная Функция Поэтому Они Гордо Объявили О том Что Автодобавление В плейлисты Убираем Добавляете Значится Ручками Соответственно У меня Теперь Единственная Возможность Для меня Вести Плейлисты Это Добавлять Видос В плейлист В тот момент Как я его Загружаю На ютуб Иначе Я запутаюсь У меня Сейчас Выставлены Видосы На ютубе На До Следующего Понедельника По два Видео В день То есть У меня Сейчас На видосе На ютубе Загружено Заранее Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Четырнадцать Видосов А больше Потому что Я еще не посчитал Мор Не четырнадцать Видосов Шестнадцать Шестнадцать Семнадцать Видосов В запасе Поэтому Они вот В плейлистах И отображаются Как эти Видео С ограниченным Доступом Соответственно Да Оно Некрасиво В плейлистах Смотрится Я знаю Но сделать Ничего не могу С этим Никак не починить Я пробовал И так И этак Только вот так Вот что Да Там Показывается Как будто Три видео Есть Они на самом деле Есть эти видосы По поиску Они отсняты Но они Не выходят Пока что Да Их никто Посмотреть Не может Там На самом деле Это не ограниченный Доступ А это еще Вообще Ничей доступ Никто Этих видосов Не видит Поэтому Да Вот все Очень такой Долгий ответ На короткий Что я мог Сделать Это ответить Ну просто Такой баг Плейлистов Но я зато Четко объяснил Все Почему Как Надеюсь Ответ Достаточный Да Ну сам Я могу Эти видосы Смотреть Да Вы правы Я могу Сидеть Смотреть Видосы С ограниченным Доступом Свои Собственные И такое Наслаждаться Смотрите Короче Расклад Сейчас Тут еще Две Элитки Это кто У нас Выпотрошил И разорвал Огромные Когти Ой Это очень Плохо Это нельзя Это лаговулин Ребят Это лаговулин И он нас Сожрет Потому что Он сразу Дебав кидает Не 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 Мы не будем Рисковать С лаговулиным Вот он Лаговулин Но Сейчас С ним Намного Будет проще Потому что Я сейчас Метал Сыграю И Находку Все дела Поэтому Лучше Подождем И еще Подождем Потому что Я хочу Двойной Спуск Резню Или что-то Такое Прочит Него Зачем Так Много Видео В запасе С каждым Днем Все больше Будет Копиться В какой-то Момент Запись Стрима Может Выйти Через Месяч Ок Спасибо За подробный Ответ Теперь Пойду Ломать Рога Сердцу Йоу Артем Спасибо Огромное Спасибо Тебе Гигантское За Донат Стой Сердечком Еще один Спасибо Тебе Большое За поддержку Чувак Согласен Пойдем Пойдем Ломать Пойдем Ломать Ломать Интернет У меня Пропал Или Ну Мало Ли Чего Может Случиться И Например Я там Пару Дней Не Стримлю Всякое Бывало Бывало У нас Интернет Полетел Я Три Дня Не Стримил Из-за Полетевшего Интернета И На Видосе На Ютубе Потом Получилось Что Да Что У Нас Не Этот Что У Нас Потом Видео На Ютубе Не Поэтому Мы 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 Делаем Подушку Подушку С запасом Видосов Для Ютуба А еще Когда Запас Видосов На Ютубе Позволяет Делать Вот Такие Дни Как Сегодня Мы Можем Се Позволить Выделить День День И Просто Посидеть Поговорить С вами Пообщаться И Поиграть В Слэйз Спайр И Все Чика И Ничего Не Надо Никаких Велосипедов Изобретать Очень Хорошо Да А Если Было День В День То Мне Надо Было Все Серии Которые У меня Поддерживаются Монстр Трейн Пираты Все Остальное Мне Нужно Было Их Играть Стабильно И У Нас Было Возможно Как Мы Сегодня С Вами Сидим И Сердце Побеждаем Вот Да Так Вы Но Лучше Или Для Зельки Лучший Момент Если Зелька Пойдет По Уязвимости Нет Здесь Зелька Два Раза Ударит А Если Я Сыграю Например Параломить Удар И Злобу Зелька Нанесет Больше Урона По Моему Зелька Нанесет 10 Урона Здесь А Может Нанести Больше Так Что Мы Будем Сейчас Потому Что Резня Сгорит Она Нужна А Зельку А Вот Собственно Зелька Кстати Резня Или Проломить Резня 25 Урона Проломить 13 Но Проломить Усиливает Нет Проломить Усилит Эффект Зельки От удара Из лобы И даст Больше Урона На следующий Ход А идея Проломить Должна Быть Лучше Здесь Из-за Зельки Так 9 9 Урона Я посмотрю Находку Вдруг Имба Скверна Клинок Ну здесь Клинок Самая Сила Да Потому что Дает Килл Просто Отлично Первая Элитка Пошла Артутные Часы Я их Сильно Недооценивал Раньше Окей Мне правильно Мне кто-то Подзатыльник На ютубе Кстати На ютубе В комментариях Да Ты почему Считаешь Часы Плохим Реликом Это Пассивные Три урона Всем Противникам А например Раскат Грома Наносит Всего Четыре Урона Требует Энергию Его Нужно Играть А это Пассивно Каждый Ход Поэтому Да Звучит Логично Удачи Сы На самом Деле Неплохие Надо Им Наверное Больше Радоваться Чем Я радуюсь Часы Хорошие Так что Я сейчас А Подзатыльник Да Прошу прощения Часов Прочитаю Их описание Зачарованные Часы В которых Вечно Капает Ртуть По моему Я впервые Даже Их описание Читаю Мне кажется Я ни разу Не читал Описание Часов Я только Сейчас Понял Что Они Ртутные Что В них Ртуть Капает Как Интересно Я их Все Ремя Называл Часами Даже Не Обращал Внимания Что Они Ртутные Ну Я Читал Слово Ртутные А Не Задумывался Что Это Ртуть Что Это Собственно Жидкий Метал В них Капает Очень Интересно Как Будто Впервые Вижу Релик Не Понимаю Что Со Мной Не Так Что Здесь Да Так Рассмотрите Дальше Кровь за Кровь И Адское Пламя Я Не Рассматриваю Здесь Железную Волью Рассвечение Эти Две Карты Слишком Хороши Ам Адское Пламя Мы Все Знаем Это Босс Киллер Это Кайфовая Штука С Добором Она Но Она Выигрывает Бои Очень Часто Особенно С глазом Змея Хорошо Кровь За кровь Тоже Неплохо Разделать Трехчасовой Обзор Реликов Может Быть Почему Нет Я Сейчас Тренируюсь Я Сейчас Тренируюсь Разговаривать Человеческим Языком Не на Стриме А Просто В камеру Что Я Сейчас Делаю Я Сейчас Перед Каждым Видосом На Ютубе Перед тем Как Загрузить Видос На Ютуб Делаю Ну Вот Включаю Вот Такую Штуку И Типа Привет 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 Добро Пожаловать В Шестнадцатую Серию Кюрс Человеческим 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 И записываю Такую штуку Большой Варлок На весь Экран Вылезает У людей И Записываю Такую Коротко Говорю Типа В этой Серии Будет То-то То-то Приходите К нам На Твич По ссылкам В Описании Да Тренируюсь Делать Вот Я Сейчас Потренируюсь Наблатыкаюсь Немножко Нормально Говорить В камеру Без стрима Просто Потом Доделаю Гайд По Таркову А потом Мы Будем Делать А потом Мы будем Делать Эти Всякие Топ-10 И так далее А здесь Я возьму Лацкое пламя Я решил Что Лацкое пламя Кайф Лучное Лацкое пламя Вообще Кайф Какой Апгрейд Мне здесь Нравится На самом деле Лучшее Лацкое пламя Апгрейд Нравится Это дает нам Ну вот даже Здесь Если мы посмотрим На этот бой Дает нам Килл Изи килл Одного Часового Здесь Раз Два Три Четыре Вопрос Хочу ли я Его играть Миллион Долларов Да Могу сыграть Злобу Не Не терять Ее Могу сыграть Сюда В часового По центру И не Получить урона Сейчас Варлок Что дает В лагере Вспомнить Никогда не юзал Дает части ключа Которые нужны Будут для Сердца Получит ли мне 10 урона Сейчас Я думаю Нет Я думаю Мы не будем Получать 10 урона Сейчас Потому что Очень хорошие Шансы Часового Добить Второго Да Вот он Вот он Килл Часового Раз Два Три И может быть Даже находка Найдет Защиту Какую-то Находка Нашла Гемокинез Я не буду Его играть В итоге 10 дамаги Зелья Остальное Зелья Я намеренно Не играю А мы потеряли Много урона Ну Я думаю Ничего страшного Опять же Часы Которые Кто-то Не уважал Как релик Часы Показывают Свою силу Три Пассивного Урона Йоу Зелья Регена Искусство Войны Облик Демона Вот здесь Конечно Себя Очень Проявляет Карта Вопрос Чем больше Выбор Тем менее Беспорядочным Кажется Хаос Так Говорил Кубилай Великий Когда был Пьян А Облик Демона Да Надо брать Облик Демона Медленный Все дела Но Блин Он Так Хорош На Боссах Это Просто Сказка Джонсон Бэйби Просто Сказ С чего Ты Затурел Совсем Старый Окей Невозможно Стоит Выбить Здесь Делья Регена Этот бой Можно Подзатянуть Ради Того Чтобы Отхилиться Зелька Регена И если Они Дропнут Зельку Тогда Кайф У меня Есть 18 урона Сударов Но Я думаю Она того Не стоит Мы могли Опустить Зебастого Червя Совсем Мало Ну ХП Оставить Нужно Было Сильно Медленно Кятское Пламя Делает Кил Червя Один Момент Я могу Обоих Сейчас Убить Вопрос Хочу Ли Я У меня Еще Не весь Реген Прошел От Этого Давайте Делаем Так Я Ставлю 7 ХП Сли Соответственно Три Хода За Три Хода Его Запинает Этим Блин Теперь Мне Выгодно Просто Добить Я Не буду 10 Урона Получать Ради Того Чтобы Отгибить Три ХП Это Как бы Нелогично Это Совсем Нелогично Слушайте А что Если Здесь Огненный Барьер Защита Которая Мы Заслуживаем Да У меня Уже Есть Дело В том Что У меня Есть Облик Демона То У меня Есть Весь Урон Вообще Весь Урон Особенно После того Как я Его Топ Что Улучшил У меня Есть Тридцать Три Урона Не Тридцать Три Урона Короче У меня Есть Три Силы Тридцать Огненное Дыхание Можно Сыграть Вихрь Вихрь Не Очень Здесь Ерунду Но Знаешь Что Играть Ерунду Я Здесь Не Буду Чтобы Не Вытащить Кубли Где Мы Нас Случайно Что Я Могу Сыграть Это Семь Зеле Металла Так Подожди Раз Два Три Тридцать Урона Тридцать Урона Это То Что Нам Нужно Соответственно Я Здесь Играл Металл И Адское Пламя Потеряли Двойной Спуск Потеряли Проломит Мы Сбили Шипаст Это Все Что Нам Нужно Было Кроме Того Чтобы Сбить Шипаст И Сыграть Облик Демона Нам Ничего Не Нужно Скочить Чайски Ити-ка Влик Демона В последней Руке Но Все Не так Злохо Все Будет Норм И Я Наверное Даже Зелья Не буду Использовать Я Думаю Что Мы Выиграем Теперь Уже Легко И Не Стоит Сильно Баловаться Злобой Наверное Злобу Надо Постараться Больше Не Разыгрывать Да Я Наверное Не буду Играть Злобу Чтобы Не плодить Ее Миллиард Против Стража Против Стража Она Не идеальна Хоккей Я понимаю Хорошее чувство Юмора Игра Ты Просто Мастер Игра Отличается Умом И Сообразитель Тут Неважно Облик Облик Демона Поиграл Нам Этот Бой Победа Да Много Дорогих Карт Время Глаза Змека Вы правы Окей Я не беру Облик Демона Второй Презайти себя Костолом Второй Облик Демона Нет Второй Облик Демона Одна из Худших Дей Которая Может быть В истории Человечества Презайти себя Вся Сила Да Два Облика Как два Галстука Ага И один Из них Одет На ногу Костолом Можно Взять Чтобы Глаз Давайте Презайти Глаза Нет Спасены Окей Энергия Автопик Какая бы не была энергия Мы ее берем Корона Выбора нет Нам нужна Нам нужна энергия Корона К тому же с картой вопрос Не так Катастрофично Карта вопрос Норм Корона Это хорошо Не вырезайте Из контекста Пожалуйста Окей Поехали Второй этаж Я думаю Что мы наверное Будем немного Аккуратнее В этот раз Может быть Скип Тех Элиток Но огненную Надо бы Сейчас мы дойдем Вот сюда До перекрестка Я думаю Можно Налево Или прямо Налево Налево Там магазин Есть Зелья Использовать Зелья Металла Используем Зелья Мы сейчас Экономить Не будем Задача Максимальное Количество Здоровья До встречи С элитами Ну или что-нибудь Такого Окей Здесь сколько урона Будет Раз Два Три Четыре 40 урона Адское пламя Наносит Со злобой 38 Играем Ну а смысл Ну если я играю Злобу Будто 38 урона Адское пламя Куда его Экономить Да Хм И Килл Килл Хорошо 71 Здоровья Улучшенный Аперкот Вау 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 Отлично Улучшенный Аперкот Так Хорош Он Супер Сильный Аперкот Одна из Моих Любимых Карл Локонос 21 Блока Ровно А еще И с Двойным Спуском Ах Какая Вкуснятина Теперь Смотрите Маневр Раскат Грома Двойной Спуск Резня Я не буду Играть Оборону Для 3 Блока Это смешно Просто Да Нет Это даже Не смешно Удаление 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 Критически Нужно Удаление Ударов Нам бы Пригодилось Ну да Правильное Замечание Хорош По-настоящему Именно Аперкот Кстати Костолом Именно Аперкот Плюс Аперкот Плюс жалко очень жалко у моей пчелки огромная жалко стоит ли этот хил того от укусов как часто я захочу играть эти укусы да никогда я буду играть апперкот огненный барьер пламя облики демона двойные спуски раскаты злобу смотрите вот сюда если посмотреть на вот эту полянку карт как часто я здесь захочу пикать укус вместо кончить этих карт никогда не стоит их да но эти я вообще не хочу играть ну и что нет не наливать так теперь я пойду сюда лучше удалить удар пойду я на эритку или нет ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй ну пошли чё уж о смека сыгранный первый ход против зме к облик демона это так прекрасно и смотрим что было бы с глазом змея ну что было бы вот она и апперкот бы затримал думаю все равно надо играть апперкот а не огненный барьер чуть больше урона получим но перспективе это лучше да перспективе оказалось намного лучше так так резня 39 урона сухой меня удар делает килл лично улучшено обезоружить ого-о-о-о-о ну спаси спасибо у окей магазин это как туда это магазин это отдел сладостей ты заходишь и такой из-за из окна такой свет и все подсвечено сера забыть о боли боевой транс жнец подножка ветка даже ветка есть который я не могу купить жрать сладкое вредно да но зато очень вкусно очень вредно но очень вкусно сера мы умираем а сера это автослив мы не нам смысл серы когда есть облик демона под серу надо строить колоду с самого начала и сера это весело на сера автослив я хочу сегодня еще там типа своими делами пойти посвященцы хотя бы ночью я хочу закончить стрим все таки боевой транс супер круто у нас добора нет вообще сера это автовым для сердца да и женец очень хорош и удаление карты очень хорошо все я думаю это была самая эффективная покупка которую мы могли придумать здесь так первый бой я сначала посмотрю что нам даст или навыка против этой ритки окопаться очень интересно ну давай копаться бесплатно зелье кто ваша мама ребята спросил у ребят солдат облик демона или баррикаду против него но облик демона выглядит лучше теперь боевой транс и стоп один момент раз два три четыре пять шесть семь семьдесят урона плюс апперкот 70 урона плюс апперкот так 70 урона плюс уязвимость 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 это 35 урона это 105 урона плюс апперкот 13 урона тел не делаем урона наносим очень много двойной пламя не работает ничего не работает двойной двойной спуск с пламенем не работает ничего сжигать ему она сжигает все карты потом ничего не может сжечь поэтому мы сделаем так каждый килл гремлина это нам забор мы сделаем апперкот я сыграю облик демона а вот теперь я сыграю ламя на следующий ход мы его должны должны добить ай шнец еще щекай смотрите так я растягиваю сыграть теперь шнец ооо да у него 4 хп красота ладно не вытащить сейчас руку без атак не падать духом для понтов изи элитка вот это круто вот это было очень очень хороший бой замерзшее яйцо не буду жаловаться никогда не буду жаловаться золотника теперь найдем скверну найдем баррикаду и будет кайф они будут сразу улучшены слабое место я не беру мое мнение с обликом демона слабое место лишняя карта но и любые другие карты на силу не нужны облик демона уже как бы отрабатывает этот вопрос произойти себя можно проапгрейдить не знаю сомнения обычно я в апгрейду но возможно я не прав так ну здесь культист и избранные обычно я убиваю первым культиста а культисту надо делать килл вряд ли мы сможем этот бой быстро закончить да шанс очень маленький без зелек скорее всего мы здесь засядем под обликом и облик ярость нет смысла особого играть просто злобу и барону можно еще много карт там запасе лежит ярость 3 ночи охотка баррикада буквально бесполезно на данном этапе а конечно дешево но ванна и не сделаем рабочим не нужна уязвимость и удар по культисту для килл а у и адское пламя самое время отлично просто но защиту можно было поиграть но мы хотим сыграть жнеца мы хотим оставить ему 7 хп и жнецом отхилиться ну хотя бы на сколько хотя бы на 4 я узелек крови кайф сбить с ног и не у меня есть апперкот апперкот лучше чем сбить с ног даже улучшенная варлок это так круто я так рад я так рад за тк заметил что когда я начал тебя смотреть примерно в августе прошлого года тебя максимум смотрела 60 человек сейчас целых стол на 100 зрителей 111 зрителей мы же просто сидим и отдыхаем слезы спаришь даже врач я сижу расслабился такой играю сам сам с собой разговариваю привет всем спасибо большое что пришли я вообще не смотрю вон рейд к нам пришел на плюшка с рейдом приходила спасибо большое всем не забывайте фолу нажимать на сердечко слежу за вами слушайте но очень круто очень да очень круто у нас действительно практически в два раза среднее количество зрителей выросла за год это очень круто это прямо жесть спасибо вам большое всем орлок помнишь времена когда артутные часы были необычным реликом до 3 урона равняются с огушкой и яйцами с банками эти открою секрет и сам сегодня узнал ртутные часы до сих пор необычный релик а точный удар я не буду брать у нас ударов немного кстати я не знаю почему у нас команда кто все время меня показывает почему почему команда кто сломалась я не знаю трубка я у трубка берем теперь можно поудалять удары вот теперь вот теперь к так если я пойду налево я могу двух элиток завалить либо огненную вопрос идти ли мне за огненная элитка или нет если я пойду если я пойду на огненную то нам обязательно нужно привет варлок предлагаю членочно следующий забег лапник 20 или вл дойти до сердца 5к доната победить сердце 10к доната ты в деле и сергей спасибо тебе огромное сергей за дна 69 спасибо тебе большое за поддержку благодарю тебя ты опять меня пытаешься нанять как этого как ведьмака все ты меня вечно сергей все время пытается меня этот нанимать ну для себя я такие челленджи не могу принимать а этот можем организовать на благотворительность челлендж а половину отправим на благотворительность куда-нибудь тогда я смогу типа ага я принял челлендж ради благотворительности о но половину награды стримеру а половину отправляешь в любую благотворительную организацию по собственному выбору к примеру и все и у нас все мы работаем на благотворительность благотворительность ну на самом деле спасибо тебе большое за донат на самом деле далеко не обязательно да не обязательно мы может быть прямо сейчас выиграем сергей ты говоришь следующий а мы может быть прямо сейчас выиграем может быть это та попытка с которой мы победим сердце а благотворительность голодного стримера поддержать ой да стример такой уж голодный у него жесть у твоего стримера у него слышно слышно как стучит по этому по голодному блин месту стримеру бы поменьше хавать забанят не могу показать ну я как курить бросил капец набралось вообще жесть просто огонь моментально буква месяц где-то у нас прошел от за вот как я курить бросил нет слов одни эмоции но я в принципе этого ожидал но конечно не ожидал что так быстро я наберу вес что не проблема я все равно тренируюсь это это у меня вес набран лишний но он вроде как не мешает он такой какой то знаешь не особо не особо мешающий он висит и висит я не так сильно чувствую как пару лет назад потому что у меня хоть какая то есть мышечная масса знаешь что я возьму здесь голду скидочка удалить и купить 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 что купить да было круто только что вот это мы хорошо зашли за скидкой после после бросания от жора помогает жевание например жвачки сейчас уже норм при этом посум кстати сейчас уже стало норм амм более менее но как бы теперь я уже усиленно сбрасываю я тренируюсь я стабильно тренируюсь через день у меня тренировки типа система 5 3 1 такая ну он не совсем конечно 5 3 1 буквально но типа пытаюсь мышцу накачать в принципе как таковой вес мне не мешает но висит и висит живот мне чего этот кому мне его показывать поэтому я я пар внешний вид меня как-то не вообще не заморачивает просто что главное чтоб ходить не мешает хэ ээээээ стиснуть зубы вариант кстати надским пламенем сжигать а нам нужны нужна защита Стиснуть зуды бы и объятия тьмы Насчет объятия тьмы Садским пламенем Окей, нет Садским пламенем и объятия тьмы точно надо брать Окей Так, так Все Кикнули все, что хотели И попробуем убить огненную рыбку Так Это истеклопедия Самая Одна из самых гадских Элиток Даже для лотоносца У нас есть Обезоружить против нее Но Вытащим мы или нет Вопрос Играть ли мне резню здесь Или мне сейчас обороняться Я думаю обороняться Чтобы пока поменьше ран наловить Объятия тьмы Я думаю я пикаю здесь Объятия тьмы Ради Двойного спуска Адского пламени А, двойной спуск уже здесь Тогда не надо Тогда лучше сыграть Огненный барьер Может быть Двойной искус Надо смотреть находку Находка еще один металл Бесплатный Раскат грома Держим ее дальше К уязвимости Неудачный Неудачный Ход А без оружия Все еще нету Так Просто адское пламя Сюда А вот сыграл бы Добор От сжигания О, без оружия спасает Изелька крови 11 блоков Я все Все шло так хорошо Но Облик демона Конечно В последней В последней руке Тоже круто Он вообще Успеет Отработать себя Облик демона Но он лучше Чем все остальное Что я могу сыграть Как я плохо Сыграл здесь Двойной спуск Раскат грома Так 68 урона Нужен О, нет Как мы можем Проиграть Так Ладоносит Живи Часы спасли Живы А блед из темного Камня не очень Хорош Так Таран Я думаю Мне не нужен Уже Мы убили огненную Элитку Мы 100% Убили огненную Элитку У нас 5000 Фолловеров На стриме Ребят Спасибо вам большое Что празднуете Мы вчера вечером Еще увидели 5000 Фолловеров Ура Спасибо всем большое 5000 Фолловеров Дело в том Что мы вчера В курсу играли Вечером Ну Давайте еще раз Праздновать 5000 Фолловеров Была уже Вчера вечером В конце стрима Празднуйте Спармите Королей бобров Спармите Спармите Чего Спасибо большое Всем У нас сегодня Какой-то праздничный Такой стрим Мне нравится Я что не против Все Сегодня Празднуем Все Вечером Никто не помнит Особенно На курсе Ага Все спали Да Ха-ха Понимаю Понимаю На курсе Все Дрыхнут Тоже верно Так Здесь Двойной Спуск Раскатку Ума Два Урона Не хватает Стоп Центуриона Добить Это кстати Один из тех Боев Где в теории Жнецом Можно отхилить Все Что мы Кстати Сейчас и сделаем Да Потому что Они все Под уязвимостью Я играю Превзойти себя Я играю Жнеца У нас Тупо Фул Отхил Ох Как Жнец Хорош А только что Все было Не очень Только что У нас были Проблемы И внезапно Фулл хп Кайф Вообще По моему Кайф Парное Оружие Безоружить Змека И удар На него Класс Просто Супер Так Переиграю Бесплатного Бли Демона Благодарю Змека За это Не бесплатный Боевой Транс Но все равно Буду Благодарить Жнец Я надеюсь Будет еще Время Его сыграть В общем Да 5000 Фулл Это Очень Очень Круто Я Супер Благодарен Ребят Спасибо Вам Большое Стиснуть Зубы Метал Адское Пламя Выносит Весь Урон Вот Смотрите Как классно Было бы С глазом Змека Если бы У нас Был Сам Релик Глаз Змека Щеб А непробиваемость Лучше Воспламенение Здесь Вопрос Затяжки Или апгрейды Я думаю Мы сейчас Идем В фул Затяжки Билд Я буду Конкретно Уменьшать Количество Я буду Конкретно Очень Агрессивно Уменьшать Количество Карт В колоде Я буду Удалять Все Удары Минусуем Убираем их полностью Первый ход И босс Чемпион Чемпион Наверное Самый Опасный Босс Если мы Быстро Не сыграем Облик Демона Здесь Нужен Облик Демона Здесь И сейчас Адское Пламя Я не играю Я не хочу Сжигать Непробиваемость Жнеца И резню Здесь Резня Сгорит Сама Не то Чтобы Особо Выбор Есть И Задача Стоит Сейчас Продержаться Такие вещи Как двойной Спуск Проломить Стиснуть Зубы Очень Хорошо Зайдут Мы Не смотрим На то Чтобы Здесь Я Кил Мы Спросим Прожить Мы Просим Просим У Этого Товарища Проску Они Спешит И Нас Хоронить А у нас Еще Здесь Дела Чемпион Пожалуйста И Мы Стакаем Силу И Что-то Вроде Ваншота Делаем Ему Значит Я Еще Ему Сделаю Минус Две Силы И В итоге Да Хотим Навесить На него Ваншот Где-то Когда У него Будет Около 230 Здоровья Я Не Восторге От Того Что Для Защиты Стиснуть Зубы Использую Без Эволюции Но Кому Близки ли мы К ваншоту Нет Не стоит Не стоит Этого Делать Лучше Лучше Пропустить Потому Что У меня Есть Еще Превзойти Себя Впереди На 220 Здоровья Чемпион Перейдет Во вторую Фазу Во второй Фазе Он Бьет На 60 С копейками По уязвимости Если На тебе Висит Уязвимость Вот сейчас Кстати Двойной Спуск Отская Пламя Работает 41 Урона За Карту 1 2 3 4 Нет 1 2 3 Отская Пламя Бьет Так 1 2 3 Три Карты Сжигает Потому Что Двойной Спуск Я Разыгрываю Эти Три Карты Он Вытягивает Три Карты Потом Четыре Карты Значит Он Наносит По 41 Три Раза По 41 Округлим 40 120 Плюс 100 120 Плюс 120 40 100 160 120 Плюс 160 Урона Это 280 80 Окей Норм Должно Сработать Да Это Должно Сработать Потому Что У меня Добор За Сжигание Да У него 19 Мы Просто Убиваем Злобой Все Ноль Проблем Че Это Я Математика С одной Боролась Пыталась Меня Победить Третий Больше Обликов А кстати Да Мы с трубкой Затяжки на стриме Делаем А сказал Что бросил Черт Зато Проясняет Разум И очищает Душу Все Уже Не 5000 Фоллор Аперов Уже 4999 Эх Кто-то Сбежал Жертвенный Огонь Брать Или Нет Нет Облик Не Нужен Чат Облик Лишний Облик Фигня Он Он Не Работает Ты Два Облика Не Можешь Сыграть Только С Глазом Змека Я думаю Жертвенный Огонь Тоже Лишний Скипаем Карты Глаз Глаза Нет Глаза Нет Но знаете Что есть Есть Проклятый Ключ Проклятый Ключ Прекрасен Потому что Ну у меня Во-первых Есть амулет Темного Камня Но вообще Я его наверное возьму И просто Открою Ровно один сундук И все Пять энергии Билд Да Я думаю Что это нам То что нужно А И затяжки Да Затянуться можно будет С колоколом Абсолютно верно И Скипка Нам не нужна Огненная витка Мы Идем Безоружен Наши паства И Да Отличные шансы На этом этаже Варлак Там у портал Вышел мод На новый портал В честь юбилея Будем ли играть Конечно Сейчас И в портал И в И в Антипортал И сюда И в портал И Half-Life Третий А после третьего Half-Life В Доту А после Доты Пройдем Этот Этот Я думаю После доты Хорошо Зайдет World of Warcraft Полная прокачка С первого По 120 уровень Я думаю Что это все То Что Останется После Меня Это То Что Возьму Я С С С С С Весь Ты Клинок Апгрейдженный Кайф Так Сюда 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 Потом Можно на элитку Сходить Я хочу В магазин Зайти Полная ХП Есть вариант Поискать Апофеоз Да Талань Панацея Апофеоза Нет Ловкость Рук Не имеет Минусов Да Чуткие Инстинкты Бесплатные Карты Мне не нужны Нужна ли Мне Панацея Нет Метаморфоза Не нужна Чат Метаморфоза Плохая Карта На данном Этапе Панацея Дает Добор Под талантом Есть Да Есть Такое Ай 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 Как много Вкусного Чем будем искать В осколке Так Поздно Для осколка Чем будем искать В осколке Фан Цвет Цвет Оттатство Да Репка Репка Такая Хорошая О 0 золота За релик Прикольно Репка Репка Слишком Сильна Для того Чтобы мне Репку Пропустить Мне нужно Даже не знаю Чего Золотоносца Когда мы Идем на сердце Ух Мне нужно Что-то Уж Совсем Такое Огромное Огромная Причина Какая Там Нам На сердце Идти Потому Что Это Все Так Раз Два Три Тридцать Урона Наносит Отская Плажа 45 О По 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 Отским Пламенем Сыграть Огненный Барьер Сыграть Резню Сюда Например И Отская Пламя Делать Добираем Еще Карту Бонг Зелья Наверное Мне стоит Сыграть Зелья Регена Сейчас Да Этот Бой Может Затянуться И Слот Для Зель Лучше Освободить Под Что-то Может Быть Более Бывая Из оружия Сюда Кинуть Пока Призвать Из себя Жнеца Рано Я Не буду Жнеца Кидать Возможно Мы на Фул Будем Ждать До Конца И Фул Открываться Жнецом Тоже Вариант Сейчас Посмотрим Я пока Не уверен Как Дальше Пойдут Дела Пока Что Килл Здесь Чтобы Не Получить Урона Увесить Клинок Сюда И Наверное Да Я подожду Жнеца Подожду Пока Они Все Рестнутся Сейчас Силу Папаю И Кину Большого Штуца Типа Того Это Все Что Останется Сто 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 Аккуратно Не Вытачи Жнеца Тридцать Сил Жнец Тупо Делает Все Киллы Тридцать Сил Жнец Делает Все Киллы Че Врифно Фулаткил А, нет, ничего не берем лишнее Мне нужен осколок Еще мне нужно не забыть Релик, я пойду сейчас на элитку, окей А, удаление ударов, апгрейды Ну, я вижу, честно говоря Удаление ударов здесь пока Я сто процентов Хочу удалять все удары Они так ненужные, что просто жесть Немезис Сыгранным в первый ход обликом демона Ну, идеально Ну, вот, ничего не могу сказать Просто идеально И непробиваемость, ноль урона Стоит выпить зельку? Не те зелье, которые я хотел Окей, у нас есть превзойти себя Аперкот ради слабости Рассказ грома 2 И обороны Мы получим сейчас 5 урона Но Немезис уже под дебафами Под уязвимостью У меня есть боевые трансы И адское пламя И стиснуть зубы И Сыгранная злоба А вот это все пойдет, я думаю Под адское пламя Нет смысла ничего больше разыгрывать, да? Чисто урон Килл Меч бумеранг лишний У меня есть 5 энергии Еще одну затяжку И убираем Колоду без ударов Как круто Ну Так часто получается Это, конечно, все-таки Только с Трубкой Здесь нужно будет Брать ключ Вместо закупоренного пламени Перфекто А на еще одну элитку Я не пойду Я только сейчас понял Что самопочинка дефекта Это реликвия лотоносца А Ну Так такое, что общее между ними есть Между самопочинкой дефектом И реликвией лотоносца Ну, блин Все-таки Реликвия лотоносца Тебе играть надо, да? Блин, тут адское пламя Почти бесполезно Ой Самопочинку Тебе играть надо Самопочинка лучше Что? Я схожу с ума? Реликвия лотоносца Играть надо Что? Чего? В смысле Реликвия лотоносца Играть надо Что происходит? Какой Какой реликвия лотоносца Играть надо Чат у вас Все хорошо? Капец Чиз Добиваем пасть Сама починка Место карт не занимает Так Так Понятно Все Все ясно Сейчас Сломался Десяти Следующий Как я понимаю Баллы канала Абсолютно Бесполезные Да? Ну как Бесполезные За баллы канала Можно Сделать Сделать Такую Замечательную Вещь Как Возжечь их Когда ты Возжигаешь Баллы канала То Согревается Весь чат Чат Становится Теплый И добрый И хороший И дружный И мир Вообще Немножко Лучше Становится Просто Чат Весь мир Становится Немножко Лучше Нет Баллы канала Очень Хорошая Нужная Вещь Мы сыграем Здесь Панацею Непробиваемость Я сейчас Фиганул Адская Пламя По этой Взывающейся Массе Горяна Синим Пламенем Буквально О Блин Это Все Что Останется После Меня Чат Горит Чат Пылает Слушайте Чат Горит По хорошему По классике По красивому 43 урона Чау Узеле крови Сколько у нас много отхила Это жесть Блин Мы их затащим Мы их затащим Стоит ли рисковать Перед Да 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 Стоит По любому стоит Потому что Смотрите Комбо Так Так Весь урон 27 хп У сферохода Крайнера Теперь я играю Здесь Ярость Раскат грома Увесь Таким Делаю Еще один Килл Энергия Забор Ловкость Рук Вытаскивает Обезоружить Которую я играю Вместе с огненным Барьером Это так красиво Так прекрасно Здесь Подожди Эсгумация Что у меня там О да Эсгумацию На Непробиваемость Теперь резня Непробиваемость Раста Будешь ли играть В фазмофобию Недавно купил Очень крутая Пока что мало Контента Но много Обещающая Я играл Немножко В фазмофобию Ну У меня такое ощущение Что уже прошел На нее момент Когда надо было Играть На твиче А в какой-то момент Была так Супер Прям Популярно И Силы Надеюсь Релик Здесь Того стоил Кукла Дуву В данном этапе Два силы За счет Паразита Эх Удар Не отдать Но Оборону Отдаем И Хилку Не изобретаем Велосипед Берем Хилку И делаем Килл Двух Боссов Все Все запчасти Есть Впервые За Тысячу Лет Мы можем Дойти До сердца У нас даже Есть шанс Его победить Я Угненный Барьер Облик Демона Сыгран Был В первый Ход Против Пробужденного Облик Демона Очень Хорош Против Пробужденного Хотя и Усиливает А еще Против него Лучше Другие Таланты Не играть Панацея Не талант Ее Можно Играть Находка Хм Ааа Какая Веселая Находка Скверна Баррикада Стальная Волна Ой 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 Супер Супер Сложно И скверна И баррикада Хороши Для нас Баррикада Наверное Сильнее Чем Скверна У нас 5 энергий Нам Скверна Не то Чтобы Прям Очень Пригодится Я думаю Что я пью Здесь Зелиригена Вряд ли Мы с полным ХП Выйдем Объять Тьми Объять Тьми С двойным Спуском И с адским Пламенем Это весь Урон Опять же Нужно быть Осторожным В разыгрывании Талантов Сейчас Я могу Сжечь Металл Объять Тьмы Адским Пламенем Здесь Раз Два Три Четыре Сорок пять Урона Будет Если я Какой-нибудь Из этих Карт Сыграю Из этих Карт Мне нужен Только Двойной Спуск Раз Два Три Четыре Давайте Адским Пламенем Я Сделаю Килл Одного Из Культистов По-моему Это был Неплохой Относительно А Здесь Непробиваемость Ты вовремя Очень Вовремя Прямо Да Ничего Не могу Сказать И Мне Нужно Обезоружить Здесь Очень Сильно Обезоружить Пришла Я Счастлив Дальше Мы Играем Аперкот На Пробужденного Не Играем В Ниц Пока Хотя Жне Знам Отхилит Тридцаточку Здесь Но По-моему Нужно Жадничать Нужно 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 Окей Такое Было Недавно Окей Знаете Руина Руина Назывался Я там Сделал То же Самое Окей Ладно Играем Я по-моему Опять Сделал Руину Руина 2 Возвращение Руины Похоже Что Да Я Смисплеил Уда Злобу Но У нас Есть Кил Окей 31 Силы Это Очень Много Силы Так 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 Мне нужен Боевой Транс Здесь Так Боевой Спуск Раскат Грома Дает Добор Вытаскивает Боевой Транс Я играю Боевой Транс Играю Стиснуть Зубы Йес А у нас же баррикарда Точно Вы правы Окей Ну Половина ХП Должна Была Быть Полная Сужден В Первый Ход Обезоружить Против Таймлорда Это Очень Хорошо Металл Тоже Очень Хорошо Тут Таланты Уж Можно Играть А вот Злобу Я Пловить Не Буду 43 урона Да Бьет Окей Уязвимость Блин Снять бы Капитан Сейчас будет Добор От бутылки Чернил Смотрите Аз Аз Капитан 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 Абперкот Вытаскивает Сиснуть Зубы Адское Пламя Убирает Раны Убирает Паразита Я думаю Нужно Играть Адское Пламя Для Чип Капитан 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 Максимально Эффективно У нас Все еще Есть Жнец Нужно Блик Демона Заказывали Благодарим Вас Баррикады В этот раз Нету Никакой Я могу Сыграть Раз Два Три Я могу Три карты Сыграть Сейчас На следующий ход У меня был Фулл Билд На карты На следующий ход Я захочу Типа Непробиваемость Барьера Играть И все Ярость Удар Клинов Ой Ярость Удар Оборона Да Точно Ярость Удар Оборона Я думаю Надо Это Сделать Значит На следующий ход Я только Три карты Могу Играть Ну что я могу Скайп Этому поводу Надо было Еще все Обороны Из колоды Удалять Да Так Отставить Панику Объятие Тьмы Подозрите Себя Жнец А Жнец Не пробивает Через Оборона Да Почему Был вместо Клинка Обычный Удар Потому что Клинок Стоил 2 энергии Въятия Тьмы Превзойти Себя Не работают Потому что Превзойти Себя Улучшенное Не сжигается Здесь Нужно Играть Жнеца О Надо Поиграть Пять Эти Мы Жнеца И Могли Быть Непробиваемость Мы Могли Вытащить Непробиваемость Или Боевой Транс Непробиваемость Или Находку Непробиваемость Да Да Дисплей Он Он Все-таки Вернулся И Убил Нас Нет Какая Катастрофа Мы Упали А Нет Непробиваемость Непробиваемость Жертвами Сплеев Ну Ну Ничего Мы не сдаемся Это 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 Первый Забег У нас Впереди Еще 43 Еще 43 Забега Только За победой Никуда Не уходите Я Сейчас Уйду На минуту Я Пойду Поплачу В подушку Схожу В туалет И Вернусь